Привет, друзья! В сегодняшнем видео я подготовил для вас подборку самых важных и самых актуальных горячих клавиш для Adobe After Effects. Вам не нужно знать все клавиши, которые существуют, достаточно лишь этих, которые вы увидите в этом видео. Важными я считаю лишь те, которые ускоряют вашу работу и которые не требуют отключения от ваших текущих задач, и на использование которых нужна лишь одна рука. Разные хитро-нажимательные комбинации я буду выпускать, потому что они, в принципе, нам особо не помогают в работе. Чтобы запомнить эти комбинации, вы можете разбивать их на логические блоки и постепенно внедрять свою работу. Поверьте, это вам очень сильно упростит работу в After Effects, и если вы хотите стать крутыми моушн-дизайнерами, это просто необходимо сделать. Давайте сразу к делу. Поехали! Горячие клавиши для инструментов. V – Selection Tool G – Pen Tool W – Rotation Tool Q – одна из фигур для шейпов и масок. Нажимая Q, вы будете переключаться между фигурами. Это очень удобно. Кстати, если навести мышку на нужный вам инструмент или команду, рядом вы можете увидеть сочетание горячих клавиш, которые активируют данную функцию. Интерфейс и команды Для навигации по Viewer мы используем мышь. Если крутить колесико, то мы приближаем и отдаляем. Если зажать его, мы можем перемещаться по кадру. Плюс и минус. Таким способом мы можем менять масштаб таймлайна. Тильда Сделать панель на весь экран. Ctrl-N или Command-N – создать новую композицию. Ctrl-Y или Command-Y – создать новый Solid. Горячие клавиши для создания других слоев я не добавляю в обзор по двум причинам. Во-первых, их неудобно нажимать. Во-вторых, эти слои реже используются в работе. Ctrl-Shift-C или Command-Shift-C – сделать при композ. Горячие клавиши для свойств слоя. P – Position S – Scale R – Rotation A – Anchor Point Но для opacity тут все по-другому. Мы используем T. Для удобства можете запомнить как Transparency, то есть прозрачность, что по сути одно и то же. Хорошо, двигаемся дальше. Если на вашем слое есть маска, для нее мы используем следующие команды. M – Показать маску. Если нажать два раза M, появятся все параметры маски. Для работы со звуком есть горячая клавиша L, которая показывает waveform звуковой дорожки и контроль уровня звука. Нажимая ее несколько раз, вы можете переключаться между этими режимами. Если ко всем этим комбинациям добавить Alt-Shift или же Option на маке, вы откроете нужный параметр и автоматически поставите ему keyframe. Когда вы печатаете текст, вы можете нажать Ctrl-Enter и выйти из режима печати. Ctrl-Shift-D или Command-Shift-D – разрезать слой. Когда мы выбираем одну из фигур и начинаем рисовать шейп или маску, мы можем использовать стрелочки для регулировки параметров шейпа. Например, сила сглаживания или количество углов. Работа с ключевыми кадрами. U – показать или спрятать все ключевые кадры. Двойное нажатие показывает все параметры, которые были изменены. Если выделить keyframe и зажать Option или Alt, при этом растягивать мышкой, мы можем растягивать или ускорять анимацию. F9 – применить Easy-Ease к выделенным ключевым кадрам. B – задать начало рабочей области. N – задать конец рабочей области. I – перейти на начало выделенного слоя. O – перейти на конец выделенного слоя. Если зажать Ctrl или Command плюс стрелочка вперед-назад, мы перемещаемся по одному кадру вперед или назад. Если зажать Shift, Command или Shift, Ctrl и стрелочку, мы уже будем перемещаться на 10 кадров вперед или назад. Если зажать Ctrl или Command плюс стрелочка вверх-вниз, мы перемещаемся по слоям на таймлайне. Открытая квадратная скобка – переместить конец слоя к текущему положению индикатора на таймлайне. Закрытая квадратная скобка – переместить конец слоя к текущему положению индикатора на таймлайне. Если к этой клавиши добавить Ctrl или Command, мы сможем обрезать конец слоя или начало слоя по индикатору таймлайна. Фух, огромный получился список, правда? Если вы досмотрели до этого момента, вы большие молодцы. Но не стоит переживать, потому что вам не обязательно учить все эти комбинации сразу. Вы можете постепенно внедрять их в свою работу. Вы можете разбить их на логические блоки, как это сделал уже в видео я, и постепенно внедрять их в свою работу. Если это видео было для вас полезным, вы можете поддержать его и меня, лайком, комментарием и даже подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok